Возвращаясь к деньгам. Мой друг Виктор Суворов, перебежчик, который из ГРУ пришел, который был помощником резидентов в Швейцарии, с которым мы провели много часов в разговорах, он мне сказал, что целые самолеты прилетали из Советского Союза в Швейцарию, груженные деньгами на подкуп агентов. Деньги решающую роль имели при вербовке? Значит, вот эта версия Суворова, я ее полностью отметаю. Деньги передавались совершенно иначе. Если Компартии передавали, то другое дело. Приезжал председатель Компартии США в Москву, там находили способ. Ну, через ГРУ деньги передавали же. Нет, КГБ. КГБ. Всех стран. И третья научно-техническая. Она у нас стояла как бы на третьем месте, потому что... ГРУ занималась, в общем. Да, ГРУ в этом смысле было более за... То есть, деньги решающую роль имели или нет? В мое время нет. В мое время идеология в разных вариантах. Я говорю, идеология, которая могла бы связана с борьбой за права человека. Это, кстати, идеология по-прежнему. И можно пользоваться и в России для вербовки людей. И, наоборот, в Америке для вербовки людей. Для того, чтобы помочь российским демократам выжить. Ну, то есть, варианты разные, вы понимаете. Но тут очень важны личные отношения, потому что от них во многом зависит и успех операции. То есть, надо было быть хорошим психологом прежде всего? Совершенно верно. Надо с людьми находить общий язык. А деньги вторичные? Деньги вторичные, абсолютно. Деньги абсолютно вторичные. Виктор Суворов говорил мне, что для того, чтобы заполучить ценного агента для хорошей вербовки, прибегали к разным ухищрениям. Если человек любил женщин, ему выкладывали женщин. Если любил мужчин, выкладывали мужчин. Ну, это правильно. Аналогичная ситуация. Только это советская разведка, контрразведка этим занималась. Кстати, наши советские женщины, они были замечательными по этой части, они сумели соблазнить не один десяток, прямо скажем, работая в Москве. И дипломатов, и военных, и просто охранников, посольщиков, так сказать. То есть, разных людей. Именно девочки, советские, русские. Трудились в поте лица. Совершенно верно. Но это, между прочим, характерно больше для советских и восточных, больше европейских разведок. В Америке эта система развита слабо. Во многом, я считаю... Наоборот, наверное. Да, во многом связано с другой ролью женщин. Самостоятельность, так сказать. Вы прибегали к соблазнению женщин с целью вербовки? Я лично? Да. Да, конечно. Прибегал, да. Ну, однажды я хотел... Ну, два, две истории. Да. Коротко. Одна была молодая дама, которая сказала мне, что хочет работать в ФБР. И она сейчас специально... У нее уже дипломные работы. То есть, у нее все готово. Дама интересная была? Ну, ничего. Ну, поскольку она сказала, что будет работать в ФБР, для меня это было более важно. Ну, мы с ней, так сказать, пообнимались там в машине. Все, я подумал. И вдруг она мне говорит, слушай, о чем мы тут в машине обнимаемся? Давай поедем вот в Нью-Джерси. Переедем через Гудзон. Там, я знаю, прекрасный мотель. Недорогой. И там будем иметь, как говорят, фан, удовольствие. И вот тут вдруг, неожиданно, я вспомнил, что существует законодательство в Америке. Значит, поездки за пределы штатов в другой с целью сексуальных или других недостойных занятий караются законом. Почему? А есть такое законодательство. Если бы я поехал в Нью-Джерси через Гудзон, то и там бы нас изловили в машине, тем более в гостиницу, в машине, там сложно. В гостиницу, то я бы нарушил вот этот закон. Я забыл его название. Он существует, закон. Какая ерунда? Да. Вот. Ну, в Америке свои дравы. Тем более, вы знаете, что в отдельных штатах у них существует законодательство. Пришлось ограничиться машиной? Нет, я просто сказал, знаешь что, дорогая, у меня жена ждет уже давно, обед там готов, поэтому нам придется с тобой расстаться, я должен был уехать. Ну, я еще повез немножечко, потом расстался и больше... И ничего больше не получилось. Слушайте, да. А второй был случай, когда я познакомился с одной дамой интересной, она пригласилась к семье на квартиру пообедать. Ну, я вижу, она такая, причем с пониманием, что-то такое, у нее есть связь какая-то с органами американские. Я говорю, хорошо, она мне говорит, приходи в девять. И это меня насторожило. В девять, на обед, к женщине, к квартиру. Это в Нью-Йорке было, кстати. Странно. Я взял и пришел в восемь. Она была так ошелоблена, в чем дело, начало тянуть время, там вот давай рюмочку по рюмочке, подожди, еще обед не готов. И тут я почувствовал, что здесь что-то есть какое-то... Подлог. Подлог. И вот минут за двадцать до девяти я поднял, еще бы сказал, дорогая, опять то же самое, у меня жена ждет на обед, и ушел. Ушел. Потом мы имели доступ к документам ФБР. Ну, в разные времена это было. И, кстати, вот этот случай в частности описывается, когда пришел один из сотрудников, где-то тут около девяти, они ожидали там устроить какое... Я не знаю, что они собирались сделать, но реально... То ли записать, то ли провокацию. Да, возможно, провокация, да. То есть, я избежал провокации вот чисто из-за того, что не ссол на поводок. Ну, а счастливый конец был когда-нибудь у этих историй? Ну, как? Когда удавалось все? У меня, в смысле... С женщинами. С женщинами. Ну, честно говоря, у меня лично женщин, как источник информации, практически не... Нет, была одна, но они были не американки. Одна была перуанка. А почему перуанка тогда, после разгрома, провала американской операции в заливе свиней в Кастрох? Конечно. Одна из моих миссий заключалась в том, чтобы выяснить, какими угодно путями, не готовить для американцев все очередное вторжение на Кубу. И я в этой связи завел несколько девочек знакомых, в том числе в Перу, из Аргентины. Прекрасная работа у вас была. Ну, а я разве отрицаю, что... И вот, значит, они мне давали какую-то полезную информацию с точки зрения... Одна из эпизодов, что это девочкам не касается, но поскольку Куба тут... Я как раз в это время, после того, как Соединенные Штаты явно что-то готовили новое... Замышляли, да. Значит, была команда из Москвы любыми способами добыть информацию о возможных американских военных провокациях против Кубы. И я поехал в Майами вместе с моим коллегой из ГБ. Он был под прикрытием агентства ТАСС, а я корреспондент... Московского района. Самая богатая организация в мире. Совершенно верно. Два журналиста. Мы поехали в Майами и пришли в штаб-квартиру кубинской иммиграции. И там, значит, я представился как... Оба мы сказали, что мы из НАТО. Я из Норвегии. Я был уверен, что они... Внешность похожа. Даже не знают. Не только языка. Они его не знают, чем он, даже где Норвегия. А этот сказал, что он из Турции. Он был армянин. Ну, внешне подходили. У меня глаза, как серо-голубые у него, так армянин. И мы говорим, что мы в НАТО все возмущены. Когда вы наконец... Сверх Кастро вообще... Просто это уже вызывает у нас полное негодование и непонимание. И вот эти кубинцы нам говорят, да мы все, мы готовы в любой момент. У нас все готово. Нам эти идиоты там в этом белом доме пальцем показаны. А они нам не дают. То есть, это была ценнейшая информация. Класс. Одного вот этого авантюрного, значит, понимаете, приключения. То есть, авантюры против Кубы белый дом больше не позволит. И чтобы эти кубинские мигранты не буйствовали, не вопили, больше не будет. Так оно и было. Кастро, жив здоров. До сих пор. И до сих пор, да, братец своего управления. Двойных, а то и тройных агентов было много? Тройных? Двойных, тройных агентов. Когда люди работали на несколько разведок одновременно. Ну, в общем, такие были. Люди некоторые просто зарабатывали. Ведь, как правило, я лично не работал с такими линиями. Вы не видели такими? Повезло, да. Но технически это вполне возможно. Я вполне допускаю. Потому что, когда люди хотят заработать, они обращаются ко всем, кто дает деньги. Они могут на Питере их работать, если получат у Пятого. Вернувшись из США, из внешней разведки вы перешли во внутреннюю контрразведку. Меня перевели туда. Перевели? Да. По подозрению в том, что меня завербовали. Американцы. Да. И вот тогда-то Хансен, который мне помог, сказал ничего подобного. И когда ему предложили изготовить фальшивый документ, что я завербовано сказал, этого я делать не буду. Чем вы занимались? Кстати, извиняюсь. Это во многом. Я понял, что КГБ в том его виде, каким оно было и существовало, должно быть реформировано полностью. Оно занимается не столько реальными делами. Ну, провокациями. А провокациями. Могли плохо закончить. И когда Горбачев впервые сказал в 1985 году публично, что хватит врать всем, всему миру и самим себе о нашей советской действительности, я тогда подумал, вот Горбачев – это человек, который страну поведет в другом направлении. Ну, а Александр Николаевич Яковлев, как вы знаете, стал потом советником Горбачевым. Главным идеологом пересвыкал. И я встречался с Горбачевым. Хотя он меня на каком-то этапе лишил звания. Гражданство. Да, но вот интересный момент. В тот день, когда официально военная прокуратура Советского Союза прислала мне повестку с требованием явиться на допрос, в тот же день я был официально зарегистрирован как кандидат в депутаты Советского Союза. В Краснодарском крае, в крае, в котором, кроме Сочи, курортных мест, и вдруг люди, которых я никогда не встречал реально, и которые меня не знают, обо мне услышали только впервые, и вдруг они мне не оказали поддержку. За меня, когда я выступал на выборах, голосовал миллион 250 тысяч человек. И я стал народным депутатом, и вот тогда-то Горбачев уже позже, после того, как его пытались в 1991 году, известный путь августовский, когда Горбачев вернулся из Крыма, на отдыхе, как вы знаете, я был полностью реабилитирован. И более того, на прием незадолго до развала Советского Союза меня пригласил Горбачев лично в Кремль в качестве его гостя. И я пришел к нему, и там, он, ты извини, что так получилось, но ты сам понимаешь, что у нас это, ваша твоя КГБ, и оно все здесь... Боялся он, правда, КГБ, Горбачев? И я, кстати, тогда Горбачеву сказал, я так счастлив, Михаил Сергеевич, и я был действительно счастлив, но я, даже я, не знал и не предполагал, что через 3-4 недели Советский Союз перестанет существовать как великая держава, что Россия выйдет на мировую арену как самостоятельный государь. Боялся Горбачев в КГБ, правда? Да, боялся, он боялся, но его, кстати, Андропов приголубил, это человек Андропова, Андропов ему доверял, потому что Горбачев был человек не злобный, человек не мстительный, человек, который по-своему отвечал стандартам. Ну, и он принимал у себя в крае и Андропова, и Суслова, которые лечились там, завязывание контакта. Совершенно верно, в Ставропольском крае, где он был тогда секретарем, да, принимал на курортный, хорошо их принимал, понравился. Понравился, да. Так бывает, это не... Внутренняя контрразведка, которой вы стали заниматься, чем вы занимались там? Значит, я занимался реально советской интеллигенцией. Ну, а кто у нас? Рабочая класса? У нас же есть рабочий класс, занимается на станках, там, еще где-то пилит, рубит и так далее. И валит. А интеллигенты, они любят поболтать. Так вот, как я выяснил из архивных материалов, когда я был в Ленинграде, я был первым заместителем, я имел доступ, я мог брать все документы, и я это делал. Ну, и те, которые носили общесоюзные, общенациональные. Внутренние, да. И я нашел там цифры и фамилии людей, которых можно было подозревать, что они агенты КГБ, но там это было буквально, совершенно четко. Это 90% советской интеллигенции работали на органы госбезопасности. Потрясающе. Это 90%, ну, вот они. Но некоторые работали ради карьеры, некоторые из соображений, часто, я бы сказал, карьерных соображений, то есть, на них интересовали рост, иногда деньги интересовали. Но многие верили в то, что КГБ выполняет великую миссию и надо помогать. Это была интеллигенция. У меня даже есть в кармане список некоторых, но я не буду его упомянуть, но я упомяну две фамилии, которые известны всему миру. Тем более, я публично о них высказывался. Это такой Бабурин, бывший депутат. Госдумы. Бабурин. Да. Да. Причем, когда я его назвал публично агентом КГБ, он подал меня в суд. И мы с ним судились в Москве. И судья сказал, что у каждого есть свои соображения. Короче, я заплатил 50 рублей, просто административные расходы. Ни штрафа, ни никакого наказания. После того, Бабурин стал известен благодаря мне как... А другой до сих пор активный действительный, Жириновский, Володя. Жириновский, когда я его назвал тоже агентом КГБ, я уже, будучи фигурой тогда публичной в Москве, на каком-то приеме в Москве, вдруг, смотрю, идет ко мне Жириновский. Причем, идет с таким видом, ну, думаю, сейчас я уже приготовился к кулачному бою. А он подходит ко мне, слушай, могу я пожать твою руку? Да, что? Значит, ты меня просто... Вы молодец. Ты, наконец, я горжусь тем, что я на КГБ работал всю жизнь и работаю. И ты об этом сказал. Я очень спасибо тебе. Раз вы заговорили. До сих пор, до сих пор, по-прежнему, политической арене известует. Раз уж вы заговорили о творческой интеллигенции. Людмила Марковна Гурченко, покойная, рассказывала мне, у нее крик души был, как во время фестиваля молодежи и студентов в Москве в 57-м году, она уже снялась в карнавальной ночи, она уже кинозвезда, ее вызвали в КГБ и сказали, что вот впереди фестиваль, вам надо поработать. Она говорит, а каким образом? Спать с иностранцами. Да, я в курсе. Она отказалась, потому что ее свекровь, которая сидела, сказала, никогда не иди с ними на сотрудничество. Она отказалась, и вычеркнули ей из жизни. Да, ее карьера бросла. Ей сказали, фамилии такой знать не будут, пыль превратим. Правильно. И так далее. Да. Михаил Казаков, покойный, признался мне в том, что он работал на КГБ. Куда деваться? Спал с женщинами, соответственно, добывая у них информацию, подставили одного атташе, напоили, похитили документы и так далее. И Людмила Марковна мне сказала, а все остальные согласились. И все эти актрисы ездили за рубеж, снимались в фильмах. Правильно. Это была плата сотрудничества с органами, плата за какие-то свободы. В частности, свобода передвижения за пределами страны. А иначе тебя в ЦК бы не допустили. Я, кстати, когда меня сослали в Ленинград, на относительно высокую должность, я был членом комиссии обкома партии по выездам за границу. Тогда со мной рядом сидела моя очень хорошая знакомая Валентина Матвиенко. Она сейчас третье лицо в российском государстве. Ваш человек тоже? Она была комсомолка, поэтому это ее был партийный комсомольский долг. И вот мы с ней сидели и разговаривали. Он так совершенно откровенно. Так я возвращаюсь к тому, что куда деваться? Люди в те годы, интеллигенция, она была вынуждена. Деваться некуда было. Даже если она не была формально зачислена в списке... Осведомителей. Они это делали, ну как вот та же Матвиенко, чувство партийно-советского высокого долга. Но это способствовало ее Корее в конечном счете. Вы много общались с интеллигенцией советской в ту пору. Вы не отравились от этого общения? Ну, я, к счастью, мне повезло. У меня были очень хорошие знакомые. Во-первых, Товстоногов. Он был бы сосед по дому. Еще один, кстати, Муравинский. Даже был соседом по лестничной клетке. Евгений, да, дирижимости? Да, в Евгении, да. Мы как раз, когда меня сослали в Ленинград с тем, чтобы я себя не чувствовал там как таким униженным и оскорбленным, мне дали очень хорошую квартиру в прекрасном доме, где жили машины с водителем. Ну, как все было, как в Москве. Единственная разница была в том, что... Что это был Ленинград. Что это за то, что меня отслеживали. И однажды был эпизод, за мной следили, в реальном смысле слова. Видимо, и в квартире стояли необходимые требования. Контрразведка, да? Да, потому что хотели все меня зацепить. Но я знаю один эпизод, когда я шел через мост, через Ниву. И я об этом не знал, но мимо меня проходил какой-то сотрудник американского консульства, который тоже шел через мост, но в противоположном направлении. Ну, все. Я потом читал в документах уже КГБских, уже потом, когда все развалилось, что некоторые сочли это как так называемая негласная встреча для того, чтобы он и я убедились, что они меня помнят, а он понял, что я жив, здоров и гуляю, как говорят. То есть, как бы проверочный мероприятий стороной ЦРУ. Это у них было в документах, я это все вычитал. Я подумал, вот паранойя, параноидальная система была. Почему я со системой только в конечном счете и порвал? Я имею в виду советская, увы, сегодняшняя система отличается, но многие параметры старой системы сохранились и культивируются.